Желание быть русским, часть третья, автор Юрий Поляков. Узники, матрешки. Когда я, молодой поэт, в 1980 году вступал в КПСС, опаснее ярлыка, чем националист, не было в природе. Второе место занимал антисемитизм. Третье прочно удерживал сионизм. Дружбой народов и интернационализмом клялись, как мама и папа. СССР казался твердыней, оставался твердыней до тех пор, пока союзное государство стягивалось обручами партийной иерархии, а в информационном пространстве царила моноидеология. Кроме того, историческую общность советский народ неусыпно охраняли от сепаратизма органы, а страну прошивали суровой нитью экономические связи, отраслей и предприятий смежников. Но едва КПСС во главе с Горбачевым отказалась от руководящей и направляющей роли, тогда и началось. Светофор решил стать скворечником. Дело хорошее, но ставили-то его, чтобы движение регулировать, а не пернатых плодить. Затем республики и регионы, в основном национальные, как самое требовательное и капризное, получили экономическую самостоятельность, сохранив дотации центра. А когда в довершение всего КГБ из цепного пса целостности превратился в клуб улыбчивых вуайеристов, страна затрещала по швам союзных границ. И нерушимый СССР распался. Кстати, за историю Советского Союза власти, придержащие, несколько раз хотели изменить территориальное устройство государства, понимая, какая мина заложена под страну. Но сначала козырную карту самоопределения почти 15 лет разыгрывали в борьбе за власть. Однако даже Сталин, принципиальный сторонник культурной автономии, утвердившись в Кремле, не решился похерить проект союзного государства. Тяжким грузом давили ленинские заветы. Прослыть ревизионистам было небезопасно, да еще на фоне сначала сбоев в индустриализации, а потом и перегибов в коллективизации, приведших к голоду во многих регионах. Мы сегодня вообще преувеличиваем неколебимость сталинской власти, часто висевшей на волоске. Нравится это кому-то или нет, но партийная демократия ВКПБ существовала таки. Из президиума съезда вождь мог отправиться не только в Кремль, но и на Лубянку. Если партийные форумы, как порой утверждают, это запрограммированная фарса, почему между 18 и 19 съездами прошло 14 лет? Средства экономили? На фарсах у нас и сейчас не экономят. Потом была страшная война, тяжкое восстановление, проблемы с новыми территориями. Кстати, тут удачно воспользовались возможностями Союза, как открытой системы. В него вошли, а точнее вернулись прибалтийские лимитрофы. Маленькие, но гордые. Они стали аж союзными республиками с букетом прав вплоть до отделения. «Оккупация? Это вы автономным татарам, калмыкам или якутам расскажите». Есть сведения, что Сталин хотел в начале 50-х вернуться к модели унитарного государства широкой национально-культурной автономии, но не успел. А может, не отважился. Решительных действий, казалось, можно было ждать от волюнтариста Хрущева, отписавшего Крым Украине, и бившего башмаком по трибуне ООН. Впрочем, сегодня впору стучать по той же трибуне головой полномочного представителя США. Жаль, как пил Высоцкий, настоящих буйных мало. Но как раз троскистский пестун Никита Сергеевич, жестко наехавший на церковь и крестьянские подсобные хозяйства, вернувший в политический лексикон мировую революцию, считал, открытый всем желающим Советский Союз – это именно то, что нужно коммунистическому и рабочему движению. Странно, что Куба не стала 16-й республикой СССР. Видимо, братья Кастро не пожелали переходить с гаванских сигар на Беломор. Осторожный Брежнев лодку не раскачивал и не внял мольбам Болгарии, упорно просившись к нам в Союз. Я еще помню обиду знакомых болгарских поэтов, задетых этим отказом. А вот Евросоюз их тепло принял в свои регламентированные объятия. Новая Брежневская Конституция 1977 года национально-территориальное устройство страны оставила без изменений, сохранив все накопившиеся противоречия, как в формалине. В 70-й статье с удивлением читаем СССР-ЕДИНОЕ СОЮЗНОЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, образованное на основе принципа социалистического федерализма в результате свободного самоопределения наций и добровольного объединения равноправных советских социалистических республик. Если вдуматься, это то же самое, как если объявить, что семья создается на основе любви, верности, общих детей и совместного ведения хозяйства. Кто же спорит? А если любовь кончилась? Если земфира охладела? Тогда что? Развод ведь тоже результат свободного самоопределения. В 1977 году я как раз служил в группе советских войск в Германии и в многоплеменном коллективе нашей батареи признаки надвигающегося межнационального неблагополучия ощущались довольно острыми. Если кто и воспринимал себя частью новой исторической общности, так это русские парни из промышленных центров, больших городов, включая столицы Союзных Республик и автономик. Про этих моих однополчан можно было смело сказать советские люди. А вот деревенские ребята с Вологодщины или Рязанщины к многонациональной державе относились с улыбчивым недоверием. Что вы хотите, если их родные земли именовались официально не Россией, а не Черноземьем? Русский рижанин и латыш выглядели как обитатели разных стран. Армяне и азербайджанцы в шеренге старались рядом не вставать. Призывникам из Средней Азии Москва казалась чем-то вроде Марса, где к хане призывники по-русски почти не понимали, а мрачно непокорные чеченцы и ингуши уже тогда были главной головной болью отцов-командиров. В честных казарменных разговорах с нерусскими сослуживцами, даже с украинцами и белорусами, я улавливал странное отношение к СССР, как к солдатской шинели, мол, сейчас от нее никуда не денешься, но придет дембель, тогда и переоденемся во все цивильное. Мне, столичному интернационалисту, это было в диковинку. Задевало меня мнение, что Москва за счет национальных окраин жирует и опузыривается. Особенно комично это звучало из усатых грузинских уст. Андропов почти решился на реформу государственного устройства страны. Генсек всех призывал понять, в какой стране мы живем, и, видимо, предчувствовал, что при ослаблении гаек узники, в кавычках, большой союзной матрешки, могут разбежаться. О сепаратизме он знал не понаслышке, работая на северо-западной окраине СССР, а в том, как хрупка политическая стабильность убедился, будучи послом в Венгрии в 1956 году. Если верить мемуарам его помощника Аркадия Вольского, предполагалось упразднить союзные и автономные республики. А страну разбить на три дюжины производственно-экономических наднациональных округов. Кстати, такая идея рассматривалась в Политбюро еще в середине 1920-х, но не прошла. И вот опять тот же проект. Свой язык, традиции, культура – пожалуйста. А в самоопределение поиграли и хватит. Однако Вольский отмечал нерешительность обычно жесткого генсека при рассмотрении вариантов территориальной реформы. Думаю, колебания были связаны прежде всего с русским вопросом. Ведь при этих переменах снова возрастала роль имперской нации. А русистов, так Андропов называл коренную интеллигенцию, озабоченную судьбой самого большого народа страны, он, Андропов, недолюбливал и сажал их, будучи главой КГБ, охотнее, чем диссидентов-западников. Сопротивление нацкадров в республиках тоже не исключалось. Когда вместо Кунаева в 1986 году Казахстан по решению Москвы возглавил русский руководитель Колбин, в Алма-Ате начались волнения. Впрочем, что теперь об этом вспоминать? Андропов умер, почти ничего не успев. Ах, если бы он еще не успел выдвинуть горби. Именно по национально-территориальным швам все речь по союзным границам, часто условным, непродуманным, продиктованным политическим моментам и лопнул СССР. Оказалось, запретную игру в самоопределение вплоть до отделения никто и не думал забывать, включая руководителей равноправных республик. Под клятвы, лозунги и песни о вечной дружбе выросли национальная интеллигенция и номенклатура «ждущая и жаждущая самостоятельность». Совсем не случайно, самостийников на Украине возглавил секретарь по идеологии Центрального комитета Коммунистической партии Украинской ССР Леонид Кравчук. В других республиках наблюдалась похожая картина. Помню, от имени Комсомола мы приветствовали 26-й съезд партии и молодая надежда белорусской поэзии, лауреат премии Ленинского комсомола Владимир Никляев взывал с трибуны Кремлевского дворца «Плыви, страна, эпохи ледокол!» От поэта буквально исходил ореол советского интернационализма. Лет через пять он стал лидером белорусских националистов. А эпохи ледокол подорвался на подводной мине самоопределения болтавшейся у днища с 1920-х годов. К моменту развала СССР сколько-нибудь влиятельных национальных лидеров и организаций не оказалось только в РСФСР, точнее, у русской части населения России, ибо в автономиях дело обстояло иначе. «Спасибо коренизации!» А откуда им взяться, заботникам? Тех функционеров, кого явно заботилась судьба именно русского народа, с 1920-х клеймили великодержавниками и регулярно прореживали. Институт лишенцев тоже не прошел даром и обернулся утратой преемственности поколений. Когда будете в следующий раз смотреть довоенное советское кино, обратите внимание, как мало в титрах русских фамилий, особенно среди членов съемочных групп, и это при тогдашней директивной моде на псевдонимы. Ханжонкова вы в титрах не найдете, а ведь он остался в Советской России и даже продолжал работать в киноиндустрии. В годы войны ситуация переменилась. Ради победы и самовыживания партия на время свой интернационализм сдала на ответственное хранение. В сороковые роковые он бы выглядел смешно и опасно. Любого политрука можно было спросить, «Не ты ли, гад, обещал нам, что немецкий пролетариат не повернет штык против братьев по классу, что революционная Германия вступит в СССР, а они на Москву наступают?» К тому же тот особый завет русских с государством, о котором мы говорили выше, оказался одним из самых мощных ресурсов Красной Армии. Эдакая этническая катюша. Командиры на личном опыте знали, если русских, скажем, в роте меньше половины, боевая мощь подразделения резко снижается. Любопытно, что СССР рухнул, оказавшись небоеспособным, когда численность русского населения снизилась как раз до половины. Конечно, сказанное не значит, что сыны других племен трусили, на поле боя или плохо владели оружием. Нет. Личное мужество – явление наднациональное. Речь идет об особом свойстве русских сплачивать уходящим корнями в обычаях восточнославянской общины и жестокие уроки истории. Сплотила навеки Великая Русь. Помните? Оказалось, не навеки. Впрочем, история еще не кончилась. А генералиссимус на победном банкете в 1945 году произнес отдельный тост за русский народ и его долготерпение. Он знал, что говорил. В секретной папке вождя хранились отчеты особистов о том, как сыны разных племен, державы, вели себя на фронте и в тылу. Массовый героизм и трусость тоже подлежали учету контролю. Недавно я наткнулся на эти выкладки в малотиражной научной монографии. Впечатляет и озадачивает. Продолжение следует. Начало в номере 15-17. А это литературная газета номер 18. В плейлисте на моем канале с названием «Желание быть русским» собраны все эти части, которые я озвучил. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. Юрий Шатохин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok